Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы очень ждем доставку на улицу. Но ни одно слово господа из грузинского дворика не соблюли. Грузинский дворик? Ну твою мать, вы из Грузии что ли везли, а? Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Покашеварим. Сегодня воскресенье. Это значит сегодня большой обзор на какую-нибудь доставку. И сегодня доставка, слушайте, надоели мне уже суши, роллы, пиццы и прочее. Хотя этого, конечно, всегда больше, чем всего остального. Но сегодня я нашел доставку, которая называется Грузинский дворик. Это грузинская еда. И судя по оператору, там действительно работают грузины не только на кухне, но еще и на телефоне. Потому что сегодня пхали звучали как надо. Прямо вот как должны звучать пхали. Короче, хачапури, хинкали, пхали, всякие там вкусняшки грузинские я заказал. Обещали привезти за полтора часа. Как бы ждем. Вот. А пока мы ждем, подпишитесь на мой инстаграм. Куча всяких любопытных сториз, постов, рецептики, обзорчики тезисные там. Все это увидите. Плюс, естественно, анонсы, чтобы не пропускать. Потому что ютуб не всегда уведомляет почему-то моих подписчиков о новом выпуске. В инстаграме вы будете знать, когда что-то интересное вышло. Вот ссылка в описании. И вот здесь вот, ну вы видели уже, появилась там собачка. Пока шеварим. Пока шеварим. Все, ждем. Два часа. Блин, полтора часа. Или сколько? 3.15. Это я не типа вас призываю, там, зарядкой заниматься. 3.15, 9.20, сталь. Нет, 3.15 прошло уже. С момента, когда нам подтвердили заказ и сказали, что в течение полутора часов привезут. Я уже звонил им. Мне сказали, все нормально, а едет вообще вкусная еда. А с тех пор прошло еще 45 минут. Я вот думаю, а долго ли еще ждать? Это, наверное, мы с Димой вспоминали самую долгую доставку. И, пожалуй, наверное, они самые долгие. Хотя у нас еще были, по-моему, драконы Азии долго везли, да? Но там, несмотря на долгую доставку, все-таки компенсировалось все вкусной едой, по факту. Народ, ну ждем, чего делать. Все, давай позвоним. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы очень ждем доставку. Привет, Нас? Да, да, Дмитрий. Курин уже давно в пути, Дмитрий, я сейчас позвоню. Ага. Учим, где он находится, по вашему адресу. И с вами свяжу, либо он сам вам лично позвонит. Удобно будет так? Ну да, да, будет удобно, спасибо. Все, вам спасибо, извините, ожидайте. До свидания. Вам спасибо, извините, ожидайте. Пожалуйста. Не извиняем, но ожидаем. Ну, потому что очень долго, серьезно. И не позвонили, не предупредили, что опаздывают. Какие-то 4 часа ожидания и продукты вот они. Вот покажи, Дима, не здесь. Они доехали, фирменный логотип, все дела. Но ни одно слово господа из грузинского дворика не соблюли. Я имею в виду слово, которое они дают клиенту. То есть мы привезем клиент в пути, ой, курьер в пути. Курьер звонит в 15, через 15 минут буду. Ну, хрен там лысый, полчаса, 40 минут он приезжает. Ну, то есть вот, понимаешь, типа вот так вот это устроено. Я не знаю, за это время, которое мы ждем доставку, я не спорю, может вкусно сейчас все будет. Но сам факт в том, что мне уже не так хочется есть, понимаешь. Я пока ждал, я уже то заточил, то заточил, кофейку попил. Я уже есть не хочу. Я, блин, 4 часа ждал. Грузинский дворик. Ну, твою мать, вы из Грузии, что ли, везли, а? Ну, надеяться, что это будет горячее, но это было бы странно. Потому что, когда звонил курьер, уже просто там в 10 раз после того, как я позвонил им в офис, да? Там слышалось на заднем фоне, осторожно, двери закрываются. Ладно, хачпури по-гурийски. Это, кстати, подарок. Давай посмотрим. Ой, такая маленькая. Ну, теплая, тем не менее. Тем не менее, 52 градуса. Какие хорошие термосумки у грузинского дворика. Хачпури по-аджарски со сварившимся белком. 53 градуса. Да, для выпечки это, конечно, не очень, но это очень для 4 часов доставки. Что нам еще посмотреть тут по температуре? Единственное, что кайфанулось сейчас на морозе, так это на Тахтаре, друзья мои. 100 рублей. 14 градусов. Вот они прям вообще нормально все было. Нет, и посмотри, то есть я бы не сказал, что прям холодное. Какие красивые хинкали, надо же. 46 градусов. Ну, давай еще раз, Дима говорит, не видно. 45. Я еще на сайте прочитал, что они работают через сервис, который называется Супердоставка. Все, 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 я поймал Дзен. Короче, я пытаюсь успокоиться. Ребята, подача изумительная. Давайте скажем честно, что вот так вот, вот так вот, в таких офигенных кругленьких коробочках. Шашлык вместе с зеленью, посыпанную луком, нам не привозили. Да, пожалуй, даже из какого-нибудь вот ресторана типа Джон Джоли, серьезно. Даже узбекская чайхана, там тоже есть шашлык. Помнишь, как павлин-мовлин, которые какое-то время у нас были даже на первом месте. Не так все это комплектовали, то есть выглядит все действительно клево. Вот я, в общем, прям вот эти вот кругленькие плошечки вызывают, вызывают аппетит. Итак, у нас здесь люля, начинаем с мяса, потому что выпечку еще можно подогреть. Мясо подогревать это совсем нехорошо. Давайте посмотрим, как это комплектуется, чтобы понять, как взвешивать. Для объема напихана фольга, дальше прилипший лаваш, и вот здесь вот два таких, ну, довольно крупных люля. Ну, давай все вместе взвесим. 284 грамма вместе с упаковкой, а если снять, например, сами люляшки, да, сколько будет? Ну, то есть 220 граммов где-то люля и есть. Плюс лаваш. Шашлык из свиной шейки. 220 граммов вместе с упаковкой, фольгой и прочим. 250. Ну, тоже будем считать, что тут есть определенный довес. Вилок, ножей, хотя бы самых дешевых, самых пластиковых, да и самых дешевых бумажных салфеток у нас в наличии нет. Грузинский дворик. Здравствуйте. Ну, ладно, все, окей. Слушай, давай пробовать. Выглядит хорошо. Начнем мы, пожалуй, наверное, с шашлыка. Смотри, какой шашлык. Нет, круто. Выглядит очень круто. Мясо действительно мягкое. То есть тут вопросов к мясу никаких. Видно, что оно замариновано. Видно, смотри. Вот прям даже не надо запах, да, никакой. Видно, что на мангале приготовлено. Видите, вот это вот дымное кольцо такое розовое, да? Ну, помимо того, что здесь есть отверстие от шампура, и вообще видно, вот перчик, вот все как-то очень-очень аппетитно выглядит. Плюс я еще заказал соус социбели. Я зачем-то его заказал дополнительно, но, видимо, в комплект у нас социбели входил. Плюс я еще аджику себе взял. И лавашком. За такое мясо я готов им простить все. Кроме 4 часа доставки, черт подери. Ну, не могу пока еще, ладно. Изумительно вкусно, изумительно круто сделано. Мягчайшее мясо. Очень-очень вкусно замариновано. Офигенно вот это все выглядит. Прям 5 баллов, серьезно. Пожалуй, из доставок это лучшее, что мне приезжало относительно свиного шашлыка. Красавчики. Давайте люляшку посмотрим. Она тоже выглядит изумительно, серьезно. Люля-кебаб из курицы. Мне кажется, не надо объяснять, да, что это действительно круто приготовленный люля. Прям, ну, не надо объяснять. Посмотри, то есть он влажный, видно, да? Он внутри прям сочный, сочный, мощный. И прям вот запах, знаешь, такой подкопчененький запах офигенный. Люля, конечно, нет, качественный. То есть, подожди, все, не надо на мое лицо смотреть и говорить, что мне что-то не понравилось. Мне понравился этот люля, но у меня есть стойкое ощущение, что, знаешь, как вот ты покупаешь вот эти вот в вакууме, там, в магазинах какой-нибудь там Останкинский, фига. Вот, там, копченую курицу, например, или копченый какой-нибудь карбонат. Ну, вы понимаете, да, в магазинах вот это продается в вакууме. И вот это вот ощущение привкус, вот это, о котором я сказал, копченый, ощущение магазинности какой-то. При этом, нет, я понимаю, что это свой фарш, сами сделали, сами офигенно пожарили, абсолютно классно, не сухое мясо. Но по вкусу чуть-чуть мне не понравилась вот именно вот эта магазинность, которая в моей башке, но не по-настоящему. Окей, все, 4 с плюсом, я определенно ставлю люляшки, очень круто делают. Слушай, но должно было случиться так, вот, серьезно, мы с Димоном тут сидели и гадали на тему того, то есть, вот, бомбит поначалу из-за доставки, да? Продолжит бомбить потом, когда придут, или нет? Пожалуй, нет, я вхожу в Дзен. Серьезно, вот есть ощущение. Давай Хинкали посмотрим. Я взял по 2 штучки Хинкали с бараниной и говядиной, вот, кстати, подписано. По 100 граммов они должны быть, но чуть-чуть поменьше с учетом упаковки, чуть меньше 100 граммов за штучку. Ну, тут, наверное, как раз примерно 100. Минус коробка, минус фольга. Хинкали, конечно, надо свежие, да, но посмотри, посмотри, как они сделаны. Абсолютно идеально сделанные Хинкали. Ты посмотри, сколько вот защипчики, какие ровненькие, да? Да, вот это все вот прям вот как надо. Я не хочу... Ну, давайте, ладно, давайте одну я вам Хинкалину испорчу. И все-таки покажу количество начинки. Вообще так не делается. Хинкали надо тупо есть и не рассуждать. Но мы должны с вами понимать количество начинки, тем более ничего уже не вытекает, потому что они подостыли. А нет, идет сок. Вот количество начинки. В принципе, весьма разумное, как и... Ну, как вот и должно быть, как я и хотел видеть. Видимо, к Хинкали или, может быть, к Далме подают вот этот чесночный соус. Я не знаю, на чем он сделан. Явно тут не майонез, да, что-то кисломолочное, типа Айрана, я не знаю. Ну, давай попробуем. Вообще, выглядит хорошо. И мясо внутри Хинкали, оно... Ну, видно, оно какое-то розовое, понимаешь? То есть, не вот это вот то, что мы в пельменях привыкли видеть, а вот только что приготовленное. Это было с говядиной, а теперь по-нормальному, по-человечески попробую с барашкой. Сейчас выскажусь, не торопитесь. Ёлки, скользкая. Не по-грузински безвкусные Хинкали. Офигенно тесто сделано, очень крутое такое, эластичное. Ну, сказать, вкусное тесто нет, оно скорее пресное. Но начинка, вот перец чувствую, и, пожалуй, все. То есть, каких-то дополнительных ароматов, несмотря на то, что там даже травка есть, ну, блин, ну, ее мало. То есть, вот по вкусу мне не хватило в этих Хинкали. Я ел гораздо вкуснее Хинкали. Тем не менее, клево сделано, но если они добавят туда побольше, я не знаю. Ну, окей, там какого-нибудь кориандра даже, просто чтобы вот была какая-то аромочка дополнительная. Может, кинзы туда еще набахать побольше. И соли. Пресноватенько. Ну, а так нет, ну, по качеству приготовления, по аккуратности, вот вообще никаких вопросов. Ну, вы сами все видели, это изумительно клевые Хинкали. Я так не умею. У меня есть на канале рецепт Хинкали, но у меня получается хуже, в смысле, вот даже слепить как-то. Но тут нужен скилл, конечно. Я доволен в целом тем, что сейчас происходит. Вот что дальше посмотрим? Давай, Пхали. Это мы все посмотрим. Долма тоже потерпит. Давай хачапури глянем, а? У меня тут три вида хачапури и пирог с тархуном и сыром. Ну, как бы окей, это отдельно. Значит, хачапури по-аджарски. Это лодочка. Черт, ну подостывшая, но уже ничего с этим мы не сделаем. Вот это подарочный, это хачапури по-гурийски, там сыр, там яйца должны быть. Вот такой хачапури. И хачапури на вертеле. 320 рублей стоит. Хачапури по-аджарски стоит 430 рублей. Это маленький хачапури, чтобы вы понимали. Есть большой за 650. И гурийский, это подарок, я не знаю, сколько стоит, вы сейчас на экране увидите. Давай посмотрим по весу. Хачапури на вертеле. Он же хачапури на шампуре, да? 200 граммов должен, а по факту 159. Серьезный недовес. По-аджарски должен 300 граммов весить. О, вот здесь нормально все, компенсировалось. В принципе, к тому, как выглядит тесто, у меня нет никаких вопросов, смотри. То есть такое эластичное, офигенное тесто. Судя по всему, хороший сыр сулугуни внутри. Ну, понятно, что мы не можем сейчас с вами показать, как это все тянется. Я, конечно, могу подогреть. Я могу подогреть, но это уже будет другой формат. Но очевидно, что здесь хороший сыр. Равно как и в хачапури на шампуре. Здесь еще даже элементы тянущегося сыра есть. Прикольное тесто. И вот как-то так приготовлено. Давай попробуем. Просто кайф. Доставки не ожидал. Вот для меня есть два хачапури эталонных. Один хачапури, тот, который я ел в ресторане, который вообще никто не знает. Просто ноунейм ресторан. Хинкальная там на одной из улиц Москвы. Вот вообще там готовили просто так, что вот плохо. На втором, кстати, месте ресторан Салхино на профсоюзке. Изумительно хачапури они там делают. На третьем месте это ресторан популярный Джон Джоли. Джон Джоли. Очень там классно делают хачапури по-аджарски. Вот это прям у Ашпи, прям вот близко к тому, что я обожаю. И скорее всего это ровно так, как я люблю. То есть вот в основном, если хороший хачапури, он будет такой. Изумительный хачапури будет, вот я вам перечислил. Вот это прям, блин, офигенно. Очень круто сделано. И тесто, понимаешь, и тесто классное. И сыр классный. Конечно, если оно приезжает, еще все это тянется. То есть можно замесить вот этот желточек. Очень круто. Ну давай, хачапури на вертеле. Ну тоже вкусно, блин. Просто отлично все, ребят, с выпечкой. Никаких проблем. Вот ради интереса я сейчас хочу. 300 граммов 430 рублей стоит по-аджарски. Сколько это стоит, например, в джунжоле? На 430 это дорого. Это дорого. А хачапури-то по-аджарски в джунжоле-то будет подешевле. 390 рублей, и он там будет повкуснее. Вот это любопытное наблюдение. Я думал, в джунжоле будет дороже. Но там дешевле. Причем это еще небольшой. Я напоминаю, что это небольшой хачапури. Или небольшое хачапури. Половая принадлежность хачапури не определена на моем канале. Я даже не знаю, что сказать. То есть если выбирать... Ну то есть вот по пятибалльной шкале хачапури из джунжоле это 5. Вот это 4. Это неплохо, но это 4. Это менее вкусно, чем там. 430 рублей. Большой 600 грамм, 650 рублей. Черт его знает. Я бы однозначно выбрал, конечно, из джунжоле. Так, ну давай гурийский посмотрим хачапури. Сыр, яйцо. Ну такое. Я не очень люблю, честно говоря, вот такой вид хачапури. Мне больше нравится, когда вот жиденькое яйцо. А когда вот так вот. Ну это тоже вкусно, конечно, но не так. Зато сыр тут сохранил тепло лучше, потому что он внутри. Не, очень вкусная выпечка. Я ничего не могу сказать. Прям любителям выпечки с доставкой. Можно заказывать смело. Мясо хорошее, выпечка хорошая. Пойдет. Так. Пирог с тархуном и сыром 300 граммов не будет весить. А будет, посмотри. Хи. Виталий наванговал. Что-то сегодня вообще не угадываю. Стоит такой пирог небольшой. 370 рублей. Большой пирог 600 граммов. 570 рублей. Ну, как сказать. Тут скорее. Его надо правильнее называть. Пирог с сыром и тархуном. Потому что вот эстрагона там не так много, как мы видим. То есть это не как вот мы привыкли там, я не знаю, с сыром и шпинатом. Где в основном шпинат и еще сыр. Тут наоборот. То есть много сыра, немного тархуна. Да может быть для вкуса это и хорошо. Запах классный. Вообще за глаза вот такого количества эстрагона внутри. То есть чувствуется прям капитальный такой привкус тархуна. Это очень здорово. Отлично. Это вкусно. Опять-таки к тесту нет вопросов. К сыру нет вопросов. Вкусный сыр. Вкусный аромат от этого сыра идет. Все здорово. Долма должна 200 граммов весить. Ну еще видимо соус тоже к долме. То есть тоже по весу все хорошо. Рассуждать что-либо про долму. Это вообще странно было бы. Долма она должна быть вкусная. Просто попробуем сейчас и все. А так это голубец и голубец. Без базара. Очень вкусная долма. Сочная прям. Вот хочется сказать свежевыжатая долма. Знаешь, такое бывает. Очень классно. И по фаршу. Вот кстати. Здесь вот судя по всему тот же самый фарш, что и был в хинкале с говядиной. Но здесь хватает какой-то дополнительной ароматности. Из-за листа виноградного. Тут нет вопросов. Тут отлично вот этот перчик. Все прям отлично. Долма это 5 баллов у них. Вкусная, хорошая, влажная, сочная долма. Пхали. Вот люблю я пхали, например. А почему нет? Вот на тему того, что я люблю пхали, кстати. Вот вам, пожалуйста. Сколько я заказал пхали? Ну я представлял, что грузины должны делать вкусно пхали. Я и ассорти взял, чтобы все попробовать. И на поесть взял. Тут у нас везде, ну понятно, грецкие орехи. Там никуда без этого, да? Что тут у нас? Свекольный. Шпинат. И вот это лобио. Ну то есть из бобовых какого. Из фасоли, короче. 350 рублей стоит. Шпинат. Свекла. Свекольный пластырь, кстати. И лобио. Бескомпромиссно. Офигенные пхали. Очень вкусные. Опять-таки, один из самых вкусных пхалек, которые я ел, это... Я все время говорю джунджоли, но... Вы поймите, я серьезно, я в грузинских ресторанах, я поел. Разных грузинских ресторанов. И дорогих, и дешевых. И таких вот, знаешь, около семейных небольших кафешках. Я не был в Грузии, но я имею в виду промосковские рестораны. И я делаю вывод исключительно из вот этой своей гастрономической, гастрономического опыта, которого может быть мало, многие скажут, что ты ничего не понимаешь. Но тем не менее, вот я говорю свой опыт, да, пожалуйста, я не претендую на истину. Но вот это вот отличные пхали. То есть вот, ну, такие пхали, которые бескомпромиссно хорошо сделаны. Все вот как надо в них, понимаешь, и по орешкам, и по тому, что вот, из чего они делаются. То есть где шпинат, где свекла. Лобио. Первый раз, кстати, я вот такой вот этот пхали беру с лобио. Вкусно. Прикольно. Но все-таки, наверное, шпинат и свекла, это неизменная классика, они самый топчик вообще. Отлично сделаны, ничуть не пожалел, что купил себе еще на поесть. Такие остренькие, хорошо сделанные пхали. Вот. Так продолжая тему Джон Джоли, мне там очень нравится пхали. Извините, что я сегодня столько упоминаю этот ресторан, но один из моих любимых. Что я могу поделать? Люблю я Джон Джоли. Вот. Мы даже были, мы, по-моему, были на это, бизнес-ланч, да, брали там вот, как раз пхали, и вот. Можете пересмотреть, я не помню, что я там говорил, но я уверен, что я говорил, что мне там нравится. Вот потому, что это было действительно вкусно. Вот, пхали, я там беру периодически. Круто. И у нас, как ни странно, салат Цезарь есть в грузинском ресторане. Ну. Ресторан Цезарь с претензией, между прочим. Я по запаху сейчас попробую. И вот у них на сайте абсолютно честно нарисована пекинская капуста. Написано в описании салатный лист, курица, помидоры, бла-бла-бла, и специальный соус. На картинке пекинская капуста. То есть они это не скрывают. Вот в прошлом выпуске, да, где в суши-е была доставка или какая-то, там было написано. Салат Ромео. А по факту пекиночка приехала с этими промасленными кубиками хлеба. Нет, здесь все по-другому. Тут, во-первых, пекинка нарисована сходу. И она по факту в салате, кстати. Вот здесь вот нет базара. Вот она нарисована, и вот она в салате. Тут все выглядит так же, как на картинке. Не прикопаса, да? Вот, 420 рублей стоит. 250 граммов. Это капец какой дорогой цезарь. Вот, ну порция довольно увесистая такая. Давай посмотрим. Вот, смотри, по весу все хорошо. Вот посмотри, да, вот те вот промасленные кусочки, блин, и вот эти вот, понимаешь, подсушенные греночки, которые сверху накиданы, они еще даже не вымокли. Салат, вот это неправильный пример, когда все сразу перемешано. Но, тем не менее, эти остались хрустящие хлебушек. Курочка поджаренная. Не вареная какая-нибудь, а поджаренная. Ну да, окей, вот пекинская капуста. Подожди, или нет, нет, это айсберг. Да, слушай, это не пекинская капуста. Я извиняюсь, я опять-таки... Или пекинская капуста. То есть, или тут просто перемешано, то есть, тут может быть айсберг с пекиночкой перемешан, или это чисто пекинская капуста. Народ, напишите в комментах, я... Вот серьезно, по ощущениям, как бы, хрусткости вот такой вот, да, это на айсберг очень похоже, но внешне это пекиночка. Хрен его знает, как отличить. Ну давай попробуем. Выглядит, в принципе, зазывающе. Начну с салата самого. Да нет, пекинская капуста, короче. Тут без вопросов. Хотя есть ощущение, что я сейчас вот могу ошибиться, короче. Может, есть еще какой-то вид салата, о котором я просто не знаю, который похож. Хрустит как айсберг, но внешне как пекиночка. Черт его знает. Напишите в комментах, ребят. Я ж не повар, да, я могу ошибаться и что-то не знать, это нормально абсолютно. Так. Курица очень мягкая. Вот говорил про сухарики, а по факту, по факту они уже вообще не хрустящие. Короче, шляпа, но вообще, вообще ни о чем салат. Нюкаешь, есть такой приятный запах соуса, кайфового соуса. Ешь, не чувствуешь этот запах. Вот именно запах во вкусе, знаете, есть такое на выдохе. То есть, ты когда ешь, анчоусный, вкусный такой цезарный соус, у тебя на выдохе такой, ну, послевкусие, окей, назовем это так, послевкусие. Здесь такого нету, просто соус и соус, что-то кисленькое такое, жирненькое немножко. Ну, что, в целом мягкая курица, салат не очень мне понравится, хотя он хрустящий. Сухарики опять-таки все, подвели, понимаешь. Яиц нет, ни перепелиных никаких. В общем, цезарек не, не вот, вот цезарь прям совсем нет. Да и чё, грузинская кухня, в общем. Какой цезарь, о чём я говорю? Ешь долму, ешь шашлык, ешь пхалят, садись, друг, генацвали, гамарчоба, всё, сел, поел хачапури, всё нормально. Вот в этом плане, понимаешь, вот в такой манере подачи, всё годнота. Когда начинается вот этот цезарь, шмезарь, это всё вообще не об этом. Тактарь стоит сотку, кстати, очень дорого. Я считаю и в магазинах. В магазинах, наверное, рублей по 80 они продаются, если без акций. Капец, какая дорогая газировка. Она вкусная, я бы её брал даже по себе. Хотя мы не так часто дома пьём газировку, я в основном компоты делаю. Вот. Но иногда покупаем там какую-нибудь буратино, так побаловаться. Вот я брал на Тахтаре, потому что мне нравится. Ну, адских денег стоит. Фиг его знает из-за чего. А, подожди, у меня же есть ещё. Ух ты, его смотри. Это прям трушно. Это прямо настоящая чурчхела. Из настоящего виноградного сока. С грецким орехом. Изумительно выглядит. Абсолютно идеальная чурчхела. Посмотри, она блестящая. Грузинский сникерс, чёрт подери, понимаешь? Отлично выглядит. Отлично. Но она и стоит отлично. Сейчас скажу вам. 180 рублей стоит 100-граммовая чурчхела. Вот какое-то время назад, я помню, прям вот вообще на всех рынках заполонили стеллажи. Вот эти вот висящие чурчхелы, которые стоили недорого, но готовились просто из какой-то с саникой подкрахмаленной водичкой, ароматизированной какими-нибудь искусственными ароматизаторами. И вот мне кажется, вот этот период нашей с вами жизни, он как-то убил, ну по крайней мере, у жителей мегаполиса, да, я в Москве вот это всё наблюдал, у жителей мегаполиса он убил уважительное отношение к чурчхеле. Её можно любить, можно не любить, можно безразлично относиться, но тем не менее, как продукт ты к нему уважительно должен относиться, потому что это клёвая придумка, клёвая придумка, классный, вываренный сок винограда, свежий, понимаешь, орехи, всё это вот подвялено, скажем так, высушено. У меня это вызывает уважение. И вот, и жалко, что так произошло, то есть мы всякого наелись дешёвого, и теперь просто вот люди, ну многие просто даже не закажут себе чурчхелу, потому что они помнят вот эти вот подкрашенные за крахмальную водичку. А когда ты ешь настоящую чурчхелу, прям кайф, понимаешь, у тебя ощущение, что у тебя просто... У тебя прям лавина винограда внутри, понимаешь, ты ешь, у тебя мягкие прям вот... Вот эта вот виноградная штука, я не знаю, как правильно, мармелад, наверное, правильно назвать. Она прям классная такая, она влажная прям такая. Ну и орехи. Изумительная чурчхелла, 180 рублей, адски дорого, но, сука, вкусно. Вот, кстати, в Сапирае, Дим, а посмотри там бутылку, там ароматизатор искусственный в Натахтаре. Ну искусственный, вот, вот чего мы с вами в чурчхеллах наелись. Подслащенного Натахтаре, вот это вот мы с вами от такого отвыкли. Ну что, кстати, Натахтаре реально поставил на огонь, газики ушли, Дим, да? Крахмал зафигачил, орехов нанизал и все, и пошел продавать. Будет вкусно, не, нормально, но ощущения совершенно другие. В общем, грузинскому дворику абсолютный респект, что они даже не пытаются у себя продавать дерьмовые чурчхеллы. Вот только такие, только хорошие. Ну что, серьезно, пока снимаем обзор, по факту, я как бы немножко и все, отошел. Уже как-то на второй план ушли вот эти 4 часа ожиданий. Еда мне понравилась, практически вся, ну точнее, что практически, вся еда, кроме Цезаря. Мясо клевое, выпечка клевая, вот эти закуски клевые, долма клевая, чурчхелла, ну то есть все. Все классно сделано у этих ребят. Прям вот по вкусу, если хотите вот прям грузинской кухни, пожалуйста, дай вот... Диман, а у нас, серьезно, у нас не было, по-моему, ни одного вообще вот обзора, чтобы прям косяк был с грузинской кухней, да? Как-то вот если где-то, скажем, в грузинском ресторане хоть как-то задействованы грузины, которые знают, как это все готовить, всегда клево получается. Вот всегда, серьезно. Я не знаю, кстати, в Джонжоли, ну Джонжоли это же какой-то там, не гинза, ну кто-то вот типа из гинзы. Ну, наверное, тоже там привлекали, поэтому там все действительно качественно и вкусно. И все кафешки, где я был грузинский, там вот прям встречает мама, сын обслуживает, там дядя готовит, понимаешь? Ну вот как-то так. И вот когда это вот так вот, всегда получается хорошо. Единственное, что вот семья должна собраться вечером, грузинская, которая держит заведение, и сказать, мама, папа, там, или там сын, давай не будем делать цезарь вообще. Вот, 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 исключим из меню цезарь, слышишь? Вот так вот должно быть. Ну, а в остальном все. Мне понравилось, мне очень понравилось. Серьезно, давно я вкусно так не ел. Выставим оценки. Честные оценки, извините, но сервис похромал. Итого, смотрите, 67 баллов. То есть, ну, серьезно, когда я ожидал 4 часа, я думал, блин, вот что случилось? Нет, вот эти ощущения у меня пропали. В принципе, давайте обсудим. Я сразу оценки выставлю. И один из немногих раз, когда у меня, в принципе, ни по одному критерию у меня не возникало никаких вопросов. Я знаю, что поставить. Цена 3 балла, ну, потому что дорого. Потому что даже дороже, чем в ресторане Джон Джоли. Как мы сравнили. И это, и это немножко странно. То есть, я понимаю, что у них нет вот этой вот аренды там всякой. Ну, то есть, понятно, что там цех есть какой-то, где они производят. Производственные. Но аренды там, ну, поняли, да? Нет, как бы, поэтому трешничек. Вкус качества. 4,5 я поставил, потому что, ну, действительно, действительно круто все. Видно, что хорошие продукты. Видно, что клево сделано. Со знанием дело. Вкусное там тесто. Все хорошо. Полбалла за что забрал? Да за Цезарь. Вот, ребята, убирайте Цезарь. Будет 5. Все. Соответствие. 5 баллов. В принципе, все по весам соблюдено. Картинка, аж я говорю, пекиночка и там, и там нарисована. В Цезаре, будь он проклят. Но, то есть, все как написано, так и есть. Так тебе и приезжает. Вот. Скорость, ну, понятно. Вот здесь вот полный провал. 0 баллов, да? Привезли бы быстро. Могли бы 15 баллов заработать. Было бы уже лучше. Температура 4 балла. При всем, при том, что долго везли, приехало все довольно теплое. Не горячее, но теплое, на четверочку. Можно сесть и поесть спокойно. Ну, и лайк. Критерий мой личный. Как бы такой, скажем так, коррупционный. Я сам принимаю решение, да, ставить или не ставить такое. 5 баллов. Я считаю эти ребята достойны. То есть, в плане доставки грузинской еды, они красавчики. Если у вас есть бабулечки, вы их хотите потратить на вкусно поесть, то грузинский дворик весьма неплох для этого. Прямо действительно здорово. Все качественно и все вкусно. Вот такие вот выводы. Грузинский дворик. Давайте, налаживайте логистику. Вот этой вот компании, через которую вы работаете, как там, супер... Супер что-то там, доставка, да? Сервис супер доставки. Переставайте с ними, видимо, работать. Ну, не могут, если они вот это все супер доставить. Чуть странно. Ну, и, может, они тоже посмотрят, эти ребята, вот так вот вы работаете. Значит, что-то вам надо как-то в логистике менять. Потому что, я, например, захочу доставку открыть, да? Мне тоже захочется где-то там поставить какое-то приложение, отслеживание, еще что-то там. Не знаю, буду я ваше ставить или нет. Вообще, с вами ли это связано, то, что нам так долго везли? Ну, неважно. В общем, что-то с этим надо делать определенно. Ну, а в плане еды, без вопросов. Клевое место. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, делитесь этим видео в своих социальных сетях. И не забывайте подписываться на мой инстаграм. А также, а также, в конце у нас такая небольшая эпитафия, хотя неправильно так говорить. Не забывайте заходить на сайт покашеварим.ру, где рейтинг всех доставок, где отзывы, ваши отзывы, народный рейтинг, ребята, доставок только на сайте покашеварим. Оставляйте отзывы о доставках, прикладывайте фотографии. Все это мы публикуем, публикуем, публикуем. И никто от нас не уйдет, короче. Все учтено будет. Вот, ладненько. Спасибо за просмотр. Давайте, всего вам вкусного. До следующего воскресенья в смысле обзора. Естественно, еще целая неделя, где будет куча всякого интересного. Рецептики, обзорчики, жертву маркетинга, выездные обзоры и так далее. Всем пока. Пока, 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 пока. Фу, отпустило меня, слава богу. Нормально, отпустило. Но долго, блин. Ой, пхали, блин. А ты не любишь пхали, Дима, ты сказал? Ну и как тебе?